Здравствуйте! В эфире выпуск в студии Ольга Илларионова и о главных событиях к этому часу. Перспективу возвращения курительных комнат в российские аэропорты планируют обсудить сегодня в парламенте. Соответствующий законопроект позволит устанавливать в помещениях воздушных гаваней комнаты для курения, оборудованные вентиляцией. Фракция ЛДПР выступила категорически против подобной инициативы. Сегодня обсуждаемый закон, который сегодня будет, вернее поправки в закон, который будет вноситься, в закон об охране здоровья населения, это поправки, связанные с разрешением и возможностью курить в аэропортах. Как вы знаете, в 2013 году мы в рамках борьбы с табака курением запретили эту тему. Позиция нашей фракции. Мы не будем поддерживать эти поправки в законопроект. Считаем, что та политика, которая определена президентом в рамках национальных проектов, в том числе и по увеличению продолжительности жизни населения, те средства, которые сегодня в нацпроектах заложены на эти все темы, они одной рукой закладываем, другой рукой даем возможность населению при проявлении социальных факторов влиять на свое здоровье. Поэтому мы неизменны в своих решениях, считаем, что эти поправки ничего хорошему не приведут. Все, что касается возможностей окружающих людей, которые сегодня в аэропортах, также ощущают дискомфорт от тех людей, которые пытаются курить, ничему хорошему не приводит. Сегодня у нас во фракции ни один человек не курит, поэтому считаем, что та политика, которая идет в государстве с борьбой против табакокурения, правильная и приводит к многочисленным показателям, которые влияют на здоровье населения. Вы знаете, что практически все социальные факторы, которые сегодня у нас в обществе есть, они влияют, в прежде очередь, на здоровье, и без работы с ними никакие деньги сегодня, которые вливаются в здравоохранение, не смогут решить эти проблемы. Поэтому сегодня говорит об этом ВОЗ, сегодня говорят общественные организации, что табакокурение влияет на здоровье населения, влияет на сердечно-сосудистые заболевания, и в этой части мы считаем, что тот закон, который был в 2013 году принят, всей Государственной Думы одобрен в обществе, он должен быть неизменен в этой части. Россия отстала от Европы по мусорной реформе на 40 лет. Об этом заявил депутат ЛДПР Василий Власов. Парламентарий считает, что помимо внедрения системы раздельного сбора отходов, пора постепенно отказываться от использования в качестве упаковки полиэтиленовых пакетов. То, что касается моего предложения о частичном запрете использования полиэтиленовых пакетов с 2025 года, мы абсолютно согласны с позицией Сергея Борисовича Иванова, который является советником по экологии президента Российской Федерации. Здесь, конечно же, мы должны учесть и позицию бизнеса, который производит полиэтиленовые пакеты, и, конечно же, позицию бизнеса, который делает бумажные пакеты. Сегодня это тема номер один. Мы должны думать о наших детях, мы должны думать о наших внуках, какую они примут Российскую Федерацию, и будут ли там огромные горы мусора, либо там будут мусороперерабатывающие заводы, современные, как есть, допустим, в Ленинградской области, потрясающий НПО «Новый свет», который сегодня единственный в Российской Федерации, кто из переработки мусора делает электричество, и это позволяет обеспечивать электричеством 15-тысячный снаселенный пункт. Вот на сегодняшний момент, в отличие от европейских стран, в отличие от Соединенных Штатов Америки, где пункты переработки проводят 7 степеней очистки, на сегодняшний момент в России, к сожалению, не все могут похвастаться и тремя степенями очистки, и получается так, что огромное количество несортированного мусора мы просто сжигаем, что, конечно же, портит экологию. Раздельный сбор мусора. Миф или реальность? Наверняка каждый из жителей или гость столицы замечал на улицах Москвы контейнеры для разного вида отходов. Только вот опустошает эти емкости одна машина. Об этом сегодня говорил и депутат ЛДПР Василий Власов. Парламентарий также призвал к созданию специального сайта, с помощью которого жители смогут сдавать для утилизации опасные отходы и аккумуляторы. У нас остро стоит мусорная проблема. Мы обсуждали и те федеральные программы, которые существуют. Это проект «Экология», это проект, который касается раздельного сбора мусора. Ну, вот сегодня буквально наблюдал страшнейшую картину, когда возле одного из московских метро установлен раздельный сбор мусора, но приезжает мусорная машина и все сваливает в одну кучу. Вот спрашивается, зачем мы устанавливаем, сделаем раздельный сбор мусора, если потом приезжает региональный оператор и все это сваливает в одну кучу. Такая же ситуация была возле одного из домов, где проживают депутаты Государственной Думы. Дом на Улово-Пальмо, дом 1. Рядом был установлен контейнер для раздельного сбора мусора. После очередной покраски заборов все контейнеры разного цвета были покрашены в один цвет. Вот зачем просто делают это региональные операторы, делают это низшие чиновники московской мэрии, когда вот такие непонятные указания, типа перекрасить контейнеры в разные цвета, они дают службам, которые занимаются ЖКХ и обслуживанием районов. Я думаю, это недопустимо. Мы должны в первую очередь сегодня создать сайт, который будет общедоступный, где человек, у которого, допустим, во дворе нету контейнеров раздельного сбора мусора, может этот мусор сдать. Такая же абсолютная ситуация с использованными лампами накаливания, с использованными лампами, которые имеют внутри себя газ. Такая же абсолютная ситуация с использованными батарейками. Сегодня, вот если человек, даже живущий в Москве, захочет сдать ненужные батарейки, он не знает, куда их принести, потому что в подъезде у него нет, в торговых центрах может быть есть, а может быть нет. Поэтому мы считаем, что необходимо создать специальное приложение, на котором будут по всей территории Российской Федерации отмечены пункты приема вот таких вот вредных отходов, как батарейки использованные, ну и, конечно, то, что касается лампочек накаливания и лампочек, у которых есть внутри газ. Первые результаты нашумевшей мусорной реформы стали известны в Самарской области. Местный оператор, обслуживающий регион, отчитался о квартальной работе. Согласно данным, в этой сфере ничего не изменилось, кроме появления повышенного тарифа для населения. Вопреки обещаниям утилизировать, мусор по-прежнему закапывают. За три месяца в Самарской области собрали 207 тысяч тонн мусора. Утилизировали всего 6 тысяч тонн. 201 тысяча бытового отхода ушла под землю. И так прошло уже полгода с момента проведения так называемой мусорной реформы. То есть самая реформа, которая в бюджет некоторой организации отправила из бюджета Российской Федерации больше 54 миллиардов за будущие 9 лет. Это помимо того, что собирается с населения. И основная идея – это переработка строительства новых заводов. И эти заводы строятся, как, я не знаю, какая идея была, рядом с населенными пунктами. И люди выходят, бастуют против того, чтобы у них во дворе стоял мусороперероваточный завод. Партия ЛДПР понимает, что нужно делать. Давайте строить на нашей территории Самарской области, она у нас огромная. Ставить в малонаселенных местах эти мусороперероваточные заводы, чтобы наиболее эффективная логистика была. А не там, где карьер принадлежит кому-то чиновнику. Вопрос платежа ЖКХ по завышенным тарифам – проблема номер один практически каждого россиянина. Не исключение жителей поселков Нижегородской области. И это не одна беда. Проживать в этих домах опасно для жизни. Газа нет, отапливают жилища обогревателями или печками-буржуйками. Нередки здесь случаи пожаров. В поселке Шайгина из-за ликвидации водоразборных колонок за питьевой водой приходится ездить в райцентр. За 20 километров от дома. К другим новостям. Россия призывается шаг к прямому диалогу между военными экспертами по теме стратегической стабильности. Об этом представитель российского МИДа сообщил сегодня во время парламентских слушаний в Госдуме. Было отмечено, что под угрозой находится ранее сложившаяся система нераспространения ядерного оружия. В связи с этим наша страна должна способствовать сдерживанию ядерного оружия в мире и не допустить ядерной катастрофы. Лидер ЛДПР заявил, что России нужно обязательно держать руку на пульсе и при необходимости опередить Запад. США сегодня не могут ничем управлять. Поэтому, конечно, здесь вот тактика должна быть наступательная. Не надо стесняться говорить о том, что возможен и упреждающий удар. Потому что сегодня каждый поймет, как у вас будет ответный упреждающий удар. Если все прокрутить на самых мощных компьютерах, вам нужно 10 минут минимум, а ракета будет лететь 4 минуты. Вы на том свете будете наносить упреждающий удар. Вас уже не будет через 4 минуты. А вы будете думать, куда и как, летать команду. Это же невозможно. Нужно смело ставить концепцию упреждающий удар. И выставлять свои ракеты. Поро все подвести к западным границам. В Калининград поставить самые мощные ракеты. Сербия пока не вошла НАТО поставить. Держать под прицелом. Они все боятся. Они же страхи, как все. А мы говорим, давайте отойдем за Урал. Мы уже танки отвели за Урал. А они к нам подошли сейчас все. Поэтому эта позиция неправильная. Неверная. Как была позиция в 1941 году. Не дай бог, немцы вдруг провокация будет. Сейчас что мы ждем опять? С кем должна умирать новая Россия? Так же нельзя. Мощная страна. Ресурсы. Поэтому, как вывод, двигать армию назад. И, так сказать, занять офисивную линию нельзя в обороне. Нас клюют, а мы каладам пожалеем грузинам. Как же так? Уважение грузинскому народу. Они нас ненавидят. Все грузины. Почему? Не потому, что мы русские. Потому, что они хотели жить в самостоятельном государстве. Но их уничтожали турки и персы. Они пришли к нам. А мы им сделали губернию. Берийская, Берийская. Они опять никто. Советскую власть они не воспринимали. Создали отдельную Грузию независимую. Мы опять пришли из Красной Армии. И вот с 1991 года они окончательно избавились. Но мы же уехали оттуда. У них все рухнуло. Где их авиационные заводы, автомобильные. И они опять недовольны. Естественно, турки не вспоминают. Это 200 лет назад было. Они вспоминают нас. Они были у нас 200 лет. Вот во всем миноваты русские. Никому помогать не надо. Никому ничего не давать. Никакого права нации на самоопределение. Единая, неделимая, централизованная, мощная страна. И верховный правитель в Премле. А не президент, чужое слово. И ошибки на юге были. Поддержка Турции. На Дальнем Востоке. Поддержка Китая. Американцы признали свои ошибки. Афганистан, Ирак, Ливия. А мы что не хотим понять, что мы что-то не так делали. Это вот мобилизация ресурсов. Поэтому только мощная наступательная линия и в экономике, и в военном деле, и в культуре. И это все новости к ближайшему часу. Я с вами прощаюсь. Оставайтесь на канале ЛДПР-ТВ. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok